Пламенный привет, ты на канале мистера Арманиуса, и это эстафетная династия Палмер, четвёртая серия. Софи сейчас принимает ванну, и, как ни в чём не бывало, рядом сидит её отец. Дэйл, я не понимаю, что с Симпсон, серьёзно. Я не буду вам показывать Софи, потому что я забыл удалить мод на антицензор, но вот что вот это, они... Даже у них нет никакого смущения, то есть, ему норм, и ей норм, и ему норм, он сидит в туалете, Она сидит, моется, то есть, это Симпсон. Здесь сказать нечего. Но это реально, что-то вообще невероятное. И смотрите, я, конечно, предофигел, когда зашёл в игру и увижу такую табличку. Это реально, вообще, как? Я не думал, что они такое добавят, но это круто. День мёртвых. Испытание, которое закончится через 30 дней. Мы должны собрать 9 сахарных черепов. Я думаю, что этим займётся именно Софи, потому что именно ей подходит это испытание. И, да, что это? В общей сложности игроками со всего мира собрано сахарных черепов 138 тысяч штук. Офигеть! Реально? Столько много? Да, мы тоже внесём свою лепту, и будет всё круто. Да, так, это можно закрыть, но я думаю, что так намного лучше, да? Будем искать эти черепа, нам нужно найти Жасмин, я не знаю, где она. Палмер, давайте, просыпайтесь, уже утро. Сегодня у нас работает только этот, Оскар. Да, тебе сегодня надо на работу, я думаю, что сейчас ты пойдёшь, примешь душ. Жалко, только, да, всё, молодец. И потом... Вот, смотрите, это норма, вы понимаете? Оооо! Надо, этот, не заходить. Ну, смотрите, она сидит в туалете, он пошёл мыться. Может быть, это какой-то баг, но как так, я не знаю. Может быть, в семье Палмеров это нормально, может быть, я чего-то вообще не понимаю. Ладно. Так, кто у нас наймёт сейчас уборщицу? Я думаю, что это сделает именно Софи. Так, заказать услугу. Сейчас мы быстренько поработим какую-нибудь эту прислугу. На один раз или по расписанию? Давайте возьмём по расписанию, ладно. Да чё уж там уже, у нас деньги есть, все работают. И Дейл до сих пор у нас грустит, это неудивительно. Софи, звони, давай. Поработи какую-нибудь прислугу. Так, сегодня мы пойдём куда-нибудь, не знаю куда, искать эту Жасмин Холидей. Будем искать также кандидата нашей Софи, потому что, блин, она скоро повзрослеет, а себе даже ещё парня не нашла. Это как вообще? Ой, чё я убираю? Сейчас всё равно придёт прислуга. Так, Оскар. Оскар, Оскар, иди-ка возьми фруктовый пирог. Почему бы и нет? Да. Он же вонючий. Ты съешь его? Ну, я понимаю, что он воняет, но тебе же норм. Не зря же у тебя черта характера обжора, да? Келвин, как дела? Ну, в принципе, у него всё норм. Иди, сходи, прими душ. Да, помойся. Тебе сегодня никуда не надо, ты домашку сделал? Ты вообще кто? Он отличник, офигеть. Серьёзно? Домашку-то не забудь сделать, отличник наш. Так, Адриана. Адриана. Так, тебе нужно что-нибудь сегодня приготовить, потому что у нас дома, как видите, всё воняет. А, так. Так, приготовить изысканное блюдо. Давайте мы приготовим какое-нибудь изысканное блюдо. Любой фрукт, фруктовое парфе. Нет, это не то. Куриная сальтимбока. Вот это намного интереснее. Давайте мы это сделаем. Стоп! Нет! Нет, нет, нет. Надо готовить для вечеринки, потому что, блин, 4 порции на 5 человек, это как-то вообще не камильфо. Сейчас я найду эту штуку опять. Я её пропустил. Ого, это что? Креветочный коктейль. Вау. Ладно, мы готовим вот это вот. Всё. Адриана, давай. Поднажми. Где уборщица, а? Ну где она? Она опаздывает на свою работу. Так, это у нас какой-то чувак здесь ходит. Только посмотрите. Ник Эванс. А ну-ка, стоять. Ник Эванс. Стоять, стоять. Сейчас мы быстренько тебя возьмём, познакомимся с тобой. Как видите, Симы сами к нам приходят, но нам нужны Симы, знакомые. Да. Думаю, Софии он понравится. Или нет. Ну не знаю, посмотрим, как всё будет. Я хочу вам сразу сказать, что София, она не будет такой примерной, как вы знаете, она гулящая женщина. И, возможно, у неё будет несколько парней, а не только один. Так что будьте готовы ко всему. Так же у неё очень, очень такая, знаете... И, короче, её ждёт очень тяжёлая судьба. Но не её! Короче, вы всё увидите в будущем. Главное... О-о-о! Стоять, стоять, не двигаться! Женщина. Участник празднества в честь Дня Мёртвых. Стоп. Нам нужно сначала найти эту женщину. Стоп, давайте посмотрим. Попросить сахарный череп. А мы же её не нашли, мы даже не приняли. Чтобы принять части в испытании, откройте вкладку общения в меню. Телефонные персонажи, позвоните. А, давайте позвоним сначала Жасмин, потом будем болтать с этой старушкой, если она... О, что? Ванесса Кул, это же... Это мать... Короче, это семья одного из подписчиков, если я не ошибаюсь. Так, купить ресторан. Так где это Жасмин? Вот, позвони Жасмин. Я не знаю, каким боком у неё есть номер Жасмин, но мы позвоним ей. Я хочу выполнить эту штуку. Я не знаю, что она даст нам вообще, но почему бы не выполнить? Это интересно. Скоро буду. Хорошо, она скоро будет. Давайте мы поближе познакомимся с этим молодым человеком. Вот она, Жасмин. Появилась. Волшебным образом. Не удивляйтесь, это Симс. Координатор испытаний. Спросить про испытания День Мёртвых. Да, давайте спросим. Так, Адриана. Что? Нет, смотрите, она всё-таки получила смущение. Нет, она получила смущение, а вот Дейл... Дейл Норум. Я в последнее время всё чаще думаю о вас. Серьёзно, это кто вообще? Я не знаю, кто это. Мы никуда не пойдём. У него нет настроения, он всем будет так отказывать. Так. Доступно ограничение по времени испытания День Мёртвых. Другие персонажи уже вовсю празднуют. По всему городу ищите персонажей в красочных костюмах и просите у них сахарные черепа. Собрав всю коллекцию сахарных черепов, ваши персонажи смогут принять участие в празднествах. Просто положите 9 уникальных сахарных черепов на специальную витрину, чтобы получить возможность почитать мёртвых. Это действие принесёт вам 10-й золотой череп и откроет дополнительные возможности для общения со смертью. Но это довольно-таки круто, потому что смерть мы будем видеть неоднократно. Я думаю, что мы должны с ней подружиться. Почему бы и нет? Она столько поколений уже служит нашим палмерам и... Блин, почему бы и нет? Добавила в багаж 7 витрину для сахарных черепов, чтобы помочь вам начать испытание День мёртвых. Если вы хотите витрину другого цвета, вы можете купить новую в разделе Шкафы и Комоды. В каталоге... Ладно, это всё понятно. Это всё понятно. Спасибо тебе, Жасмин, ты такая щедрая. Она подарила нам витрину для сахарных черепов. Давайте мы её куда-нибудь поставим. Так, в комнату, конечно же, нашей Софии. У нас есть свободное место. Вот здесь. Да, думаю, что идеально сюда подходит. А можно какие-нибудь цвета другие? Смотрите, как круто. Нет, ну... Красный, я не знаю. Ладно, пускай будет красным цветом. Нормально. Всё, сюда мы должны ложить черепа. И здесь женщина уже прошла, и мы её потеряли. А, нет, вот она. Так, дайте мне сахарный череп, пожалуйста. Я хочу сахарный череп. Это кто? Марта! Серьёзно? Кстати, надо Оскара отправить на пробежку, потому что ему нужно это по карьере. Всё, иди, отправляйся. Мы через 6 часов на работу, он так ещё не побегал. Да, видите, физические упражнения ещё не начаты. Так, Адриана. О, Адриана принимает душ. Давайте не будем смотреть. Я удалю этот мод уже. Так, Софи получает у персонажа по имени Ванесса сахарный череп в честь празднования Дня Мёртвых. Давайте посмотрим этот череп. Я думаю, что добавили новый вид коллекционирования, если не ошибаюсь, да? Розовый череп нам дался. Да, смотрите. Круто. Вау. Нам дали обычный лот. Всё, смотрите, он засчитывается. Замечательно. Давайте мы положим его куда-нибудь сюда. А вот. Сюда. Ставим. Давайте рассмотрим его детально. Вот так вот он выглядит. Довольно-таки прикольно. Круто, что как-то разнообразили игру, добавили вот такую вот штуку, разные испытания. Это круто. Да, Оскар у нас бегает. Они, кстати, идентичны вместе с Мартой, или мне кажется. Ну, я имею в виду под цветами одежды. Так, ну, смотрите, она думает о космонавте. Короче, она работает в карьере космонавта, и она думает о своей работе. Там вон женщина ваша идёт. Виолетта Мартина. Стоп. Ты наверняка её заметил, когда пробегал мимо. Давай знакомься. Будем знакомиться, нам нужны знакомые. Так, а это кто? Яхазы, кто это? Так, нам главное сегодня отправиться куда-нибудь. Какой-нибудь общественный участок. Мы ещё не всё посмотрели в Нюкресте, мы обязательно всё посмотрим. Блин, шикарная женщина. Думаю, что она понравится нашему Оскару. Это точно ваш персонаж. Я помню, что я заселял. И кажется, он был создан совсем недавно. Так, этот чувак сбежал от Софи. Ну, печально. Искренний комплимент. Всё, домашнее задание выполнено. Оскар. О, точнее, Келлин, молодец. Может быть... Где уборщица? Где наша уборщица? Почему она не пришла? Наверное, придёт где-то к десяти часам. Может быть, нет. Посмотрим. У меня почему-то серии получается на очень длительное время. И это не есть хорошо. Мне нужно снимать покороче серии. Так, Софи. Ну-ка, пообщайся с своим отцом. Подними ему настроение. Пообщайся с матерью. А то мы вообще матери не уделяем времени. Адриана. Как у тебя дела? Обнять. Обсудить интересы. Надеюсь, что ты сегодня не нюхала подмышки. Надеюсь, что у тебя сегодня всё норм. А то у меня бывают такие припадки. Она ведь безумная. Ну и наш Келвин тоже безумный. Так, третий уровень обаяния. Это круто. Так. Почему к нам не приходит уборщица? Где она? Мы ведь её поработили. Она должна уже была прийти. Почему всё так печально? Так, Келвин. Так, он в туалете. Ладно. Не будем его смущать. Он хочет пообщаться. Иди пообщайся с кем-нибудь. С своим отцом, например. Попробуй его ободрить. Также попробуй... Вот, искренний комплимент сказать. Хвастаться нарядом. Искренний комплимент. Я уже, кажется, нажал это действие. Так, стоп. Угу. Так. Нет, нет, нет. Обнять. Надеюсь, что будет всё норм. Давайте мы, наверное, сейчас уже отправимся куда-нибудь. Будем искать кандидата нашей Софии. Мы уже одного нашли. Вот он опять ходит возле нашего дома. Ну, в принципе, в принципе. Почему бы и нет? Хотя мы можем ещё поискать. Да, мы ещё поищем. Ой, ещё какая-то женщина идёт у нас тут. Алиса Клейн. Блин, замечательный сим. Вы просто потрясающе создаёте персонажей. Так вот, именно это у вас и не отнять. Всё, давайте уже отправимся на другой участок. Мы прибыли в обычный бар в Оазис Прингс. И надеюсь, что здесь есть персонажи какие-нибудь. Пожалуйста, Симс, приведи сюда персонажей. Но это место такое, знаете, более официальное. Наверное, оно не очень понравится Софии, но всё же. Всё же. Всё же здесь должны быть персонажи. Да, я хотел отправиться просто в бар. Не в какой-то там клуб, а просто вот в бар сходить. И... Играет прекрасная музыка. В принципе, она не голодная. Можно что-нибудь такое заказать. Пита и хумус. Мне вот интересно, что это? Что это такое? Пита и хумус. Сейчас посмотрим. Давай-ка, сядь-ка сюда, Софи. Здесь какая-то женщина работает. Наверное, тоже ваш персонаж. Ну-ка. Не знаю, пишите. Смотрите, вау! Вот это порция, конечно. Пита и хумус. Садись. Не, ты можешь сюда сесть? Пожалуйста, сядь сюда, Софи. Давайте познакомимся с этой симкой ещё. О, вот какой-то парень пришёл. Ну, какой парень? Это мужик уже, взрослый. Он нам не подходит. Так. Рэнди Хрейф. Это точно ваш персонаж? Будем знакомиться, будем. О, можно попросить сахарный череп у обычных персонажей? Серьёзно? Как я понял, ваши... Ну, точнее, вот просто обычные симы, они будут переодеваться в такие наряды и... Что? Почему ты идёшь сюда? Да, Софи, ты не можешь найти себе место? Или чё? Так, вон ещё кто-то идёт. Воу. Афроамериканка какая-то, но... Зачем мне отмечать День Мёртвых в обществе незнакомцев или врагов? Ладно. Нам нужны персонажи, которые именно, знаете, надеты, да? То есть, вот такие персонажи нас просто пошлют и... Вот. Да, у нас наступает день, я думаю, что... Так, он будет сейчас у нас... Блин, а почему нельзя развивать навык этот... Фитнес. Ладно. Так, ты будешь развивать навык логика, ты будешь... Ухаживать за садом. А ты... Так, что он будет делать? Видеоигры, логика, комедия. В принципе, пускай просто заботится о себе. Хотя, может, он может пообщаться с кем-нибудь. Смерть? Можно общаться со смертью? Ладно, давайте будем знать, что... Так, Лесли. Он познакомился с Элизабет, вот пускай поболтает с ней. Вот, пускай поболтает. Это хорошая идея. Так, у нас тут ещё ходят персонажи. Нет. Это не то. Это не подходит нашей Софии. Это прям кардинально не подходит нашей Софии. Так, ты съела уже? Но у нас, короче, питание не очень-то и поднимается. Я бы хотел, чтобы ты ещё заказала какой-нибудь напиток. Куда ты пошла? Блин, она пошла в туалет. Очень вовремя. Очень вовремя. Так, я смотрю, что они сами уже говорят здесь. Попросить сахарный череп мы это не будем. Мы это уже пробовали. Безуспешно. Давайте мы спросим, есть ли у неё пара. Это просто так. О, бармен пришёл. Ну-ка, сейчас мы с ним познакомимся. Люк Дюма. Я не знаю, ваш этот персонаж или нет, но мы должны познакомиться. Она в браке с Тони. Это тоже, наверное, ваш персонаж. А я буду говорить это просто вечно. Это ваш персонаж, это ваш персонаж, это ваш персонаж. Так. Так, так, так. Ну, я смотрю, что у неё тоже здесь много парней каких-то. Вот этот подросток Томас Дасси Неватс, конечно, я с него ору. Очень ору. Рэй. Рэй. Молодой персонаж. Главное сейчас не наткнуться на этих, на родственников. Это всё возможно. Давайте мы так закажем у него какой-нибудь напиток. Заказать любимый напиток. Как раз таки посмотрим, какой у него любимый напиток. Как вы думаете? Давайте, ставьте ставки. Сейчас мы узнаем и познакомимся как раз с барменом. Он, кстати, у нас молодой. Да, смотрите, молодой персонаж. Как вы думаете, подойдёт ли он нашей Софии? Я думаю, что очень даже подойдёт. Так, Оскар отправляется на работу. Хорошо. Пускай он будет там работать как-нибудь. Нет, он уже, кажется, упорно работал, так что не будем его сейчас напрягать. Спросить о карьере. Ну, я думаю, что здесь и так всё понятно. Узнать лучше. Это обязательно. Давайте мы спросим, есть ли у него пара. Перфекционист. Ничего себе. Так. Он не имеет партнёра. У-у-у. Ничего себе. Это круто. Это круто, это круто. Ну-ка, это кто? Это у нас. Клуб Маскарад. Это клуб точно создавали вы. Уж такого клуба здесь нет. Так, давайте желание посмотрим. Жаловаться на личную жизнь. Ну-ка, пожалуйста. На свою личную жизнь. Так, где это? Вот, жаловаться на личную жизнь. Пожалуемся, скажем, что у нас всё плохо. Всё печально. Хотя у неё, наоборот, всё норм. Она живёт так, как хочет. У неё всё отлично. У неё есть дом, есть семья. Есть любящие родители. Это же круто. Смотрите, вон ещё ваши семьи приходят. Она наелась или нет? Ну да, она уже наелась. А где твой напиток? Ты его взяла? Ну-ка, своруй этот напиток. Будем воровать. Софи... Софи нам... Блин, не успела своровать. Да? Или чё? Чё ты встала? Чё вы делаете? Смотрите, он уступил нам место, и мы сейчас будем пить его напиток. Ну, Софи это может. Софи это может. Так, я бы хотел ещё что-нибудь сделать. Искренний комплимент. Да, почему бы и нет. Обсудить когнитивные методы на концентрации внимания, я думаю, что он тебя не поймёт. Он скажет, what the fuck? Душевный разговор. Нам нужно поднимать общение. Почему нету здесь персонажей, которые такие, знаете, с черепами? Дайте мне таких персонажей, пожалуйста. Вон ещё какой-то парень бежит. Стоять, не двигаться. Дайте мне посмотреть. Это взрослый персонаж. До свидули. Нам не нужны взрослые персонажи. О, а это я помню эту девушку. Она точно ваша, и... Она уже взрослая, блин. Недавно только маленькая бегала, уже с таким непринуждённым видом гуляет по улицам Оази Спрингс. Так, навык комедии. Ого, а это кто? Это мы уже видели сто раз. Там ещё кто-то ходит. Замечательно. Так. Стопай, это кто? Ладно, понятно. Тони Хрейф. Мы очень часто видим этих Хрейфов. Вы заметили? Так, Софи. Может быть, ты ещё что-нибудь выпьешь? А? Я так и не посмотрел, что у неё там за любимый напиток. Ну, давайте ещё раз посмотрим. Ну-ка, сделай нам любимый напиток. Я только не понимаю, как они должны угадывать, какой у неё любимый напиток. Может быть... Может быть, она сама уже говорит там, я не знаю, посмотрю. Ну-ка. А, это ты был? Получается, старик, он пил наш коктейль? Или чё? Или стоп, я не понимаю. Ладно. Почему нет персонажа? Вы где? Алё! Придите сюда! Почему никого нет? Я не понимаю. Это чё, не популярный бар? Марта? Марта, чё ты здесь потеряла? Гуляет такая, в припрыжку. Молодец. Дочка, надеюсь, с дочкой всё нормально. Смотрите, никого нет. Вот просто никого нет. Ну, ого, как камера у меня прям взметнулась. Ну-ка. Так, блин, одни пожилые персонажи тут ходят. Ну, взрослые, пожилые. Мне такие не нужны. Мне нужны именно молодые персонажи. Наверное, эта серия уже опять надолго затянулась. Фред. Здравствуйте. Ну, я думаю, что Фреду здесь нормально гулять. Интересно, у него есть пара? Дайте мне взглянуть. Может быть, мне нужно найти ему пару. Так. Фред, ну-ка. Нет, у него нет никого. Так что, пора бы задуматься. А, это не Фред. Это не Фред. Я думал, что это Фред. Пардон. Так. Ну же, персонажи, придите сюда. Да. Вот, смотрите, какой-то персонаж идёт. Итак. Как вы думаете, подойдёт ли он? Гюнтер. Ну, он тоже взрослый. Блин, мы его уже видели. Никого нет. Никого просто нет. Вот просто. Но, ладно, бармен. Да, бармен это круто. Давайте мы с ним ещё пообщаемся. Душевный разговор. Может быть, потом куда-нибудь пригласим его. Ну, пока что, вот, эта кандидатура, мне кажется, довольно-таки хорошо подходит нам. На первое время. Да? Как вы думаете? Весёлые действия. Давайте расскажем анекдоты, завоюем его сердце. Думаю, что он уже завоёван. И, наверное, именно Софи будет принимать такое лидирующее место в отношениях, а не парень. Хотя вот в отношениях обычно парень должен быть таким. Ну, занимать лидирующее значение. Так, у нас тут от них женщины ходят. Вот когда нужно, знаете, вот, никогда не найдётся такого персонажа. Потому что это закон подлости. Вот так всегда. Марта переоделась и решила опять пройтись по этой улице. Там ходит злой персонаж. Старик. Бывает. Я столько ваших персонажей заселил, но никто, просто никто не хочет сюда идти. Вот серьёзно. Так, чё она хочет? Брось кому-нибудь вызов. Не разбуди ламу. Ты можешь бармену бросить вызов? Было бы круто. Так, а здесь есть лама или чё? Я не видеть. Ого, вот она, смотрите. Сменить игру? Играть в карты? Серьёзно? Когда... Когда этот столик добавили? Какие карты? Вы о чём? Я не помню, чтобы здесь были карты. Бросить вызов. Играть. Играть. Вот, с люком. Давайте сыграем. Мне очень интересно, кто выиграет. И как это вообще? Я вообще этой штукой не пользовался. Прикиньте. Столько уже прошло с... Целый год прошёл с этого дополнения. А я до сих пор не играл. Я не знаю, что это за баг здесь. Смотрите, я не могу ничего сделать. Блин, я надеюсь, что эта серия не затянется опять надолго. И смотрите, бармен отставил свои дела и пришёл с нами поиграть. Это круто. Это круто. Она уже проиграла. Так, подождите, давайте вместе сыграйте. Неинтересно. Я это сфоткаю. У нас играет такая лёгкая музыка. И это место вообще не подходит. Софи, ты куда пошёл-то, а? Алё, ты же с нами даже не поиграл. Блин, здесь так классно. Мне очень нравится это место. Хоть оно более официально, но всё же. Это Фред? Нет, это не Фред. Это кто? Это Палмер, да, какой-то? Нет, это вообще другой какой-то чувак. Вот, смотрите, кто-то бежит. Кто-то бежит. Дилан Фарланд. Молодой персонаж. Маш. Отлично. Жизнерадостно представится. Отступает игры. Иди знакомься с каким-то пареньком. Как его зовут? Надо запомнить. Дилан. Всё, запомнили. Дилан. Приятно познакомиться. Блин, она хочет в туалет. Думаю, туалет подождёт твой. Сначала нужно познакомиться. Потому что мы не должны никого упустить. Смотрите, он у нас отжимается. Прямо перед встречей Софи. Да, почему бы и нет. Софи, давай. Беги, беги, беги. У нас уже есть два кандидата. И это круто, что уже мы нашли два персонажа. Я-то думал, что мы вообще никого не найдём. Так, ладно. Представляйся, мы в жизни радостно. И мы сейчас будем поднимать ему настроение. Будем ему льстить. Наша Софи это умеет. А также мы будем... Так, давайте спросим, есть ли у него пара. Радуга? Что за радуга? Похвастайся мускулами. Да. Пускай ему будет стыдно за свои мускулы. Скажем, у меня больше. Так. Жаловаться на личную жизнь? Нет. Давайте спросим у него о карьере. Это самое важное для Софи. Карьера. Не имеет партнёра. Ну, пойдёт, пойдёт. В принципе, так. Обходи танцевальные навыки. Может быть, он у нас тусовщик. Давайте спросим. Он у нас безработный. Это плохо. Почему ты безработный? Наверное, всех персонажей, которых заселил, они будут все безработные. Но игра, она автоматически должна устраивать на работу персонажей. О-о-о, стоять! Женщина! Я смотрю, что семейство Кул сегодня полностью празднует. Это у нас праздник этих День мёртвых. Потому что то её мать, или это не мать была, кажется, мать. Смотрите, у неё мужская походка. Я думаю, что Оскара ценит. Потому что именно он с ней общался вчера. Всё, стоять! Давайте будем просить у нас череп. Нам нужен череп. О, да! Мужской вечер! Джентль... Симы, серьёзно! Могут прогуляться до бара и насладиться дешёвыми напитками. Но мы не входим в число джентльсимов. Так что мы сейчас уйдём уже. Потому что серия уже, кажется, довольно-таки долго идёт. И мне пора уже будет заканчивать. Так, иди быстренько просить череп и сваливаем уже из этого места. Нам нужно посмотреть, что у нас дома творится. Стоять! Это кто? Нет, это взрослый. Но это точно ваш персонаж. Софи, пожалуйста! Давай! Попроси череп. И мы пойдём. Как она так долго терпит? Мне кажется, она описывается. Нет. Надеюсь, что нет. Привет, Элизабет! Что? Зачем мне отмечать День Мёртвых в Обществе Незнакомцев или Врагов? Ты серьёзно? Ты серьёзно? А, мы должны познакомиться. Точно, я совсем забыл. Так, попросить сахарный череп. Ты же ходишь в таком костюме. Дай мне череп, пожалуйста. Оскар приносит домой 133 миллиона. Тихо получает. Молодец, молодец. Так, ну-ка, как там у тебя? Ну, в принципе... В принципе, это плохо. Ну, на второй ступени... Ну, ладно, бывает. Так, ну, в принципе, можем уже отправляться домой. Давайте встретимся дома. Вот лично я хочу играть один симовский день. Смотрите, у нас вот уже почти заканчивается день. А мы до сих пор, блин... До сих пор серия идёт. Это как? Почему так долго? Я не знаю, почему так долго. Так. Адриана выносит мусор. Молодец. Молодец, молодец. О, смотрите, Дейл... Дейлу нормально стало. Видимо, его... Этот... Оскар... Ой, Келвин ободрил, ему стало легче. Но это круто. Молодец, Келвин. Постарался хорошенько. Так. Софи. Давай-ка, сходи-ка в туалет. И я сейчас быстренько поставлю твой череп. Не твой череп, а череп, который ты взяла. Так, давайте будем ставить вот так вот. Вау. Ну-ка, это редкий? Нет, это обычный. Ну, я надеюсь, что нам персонажи будут давать разные штуки. Домашняя работа? Зачем она тебе? Так, выбрасываем это все. У нас здесь только картин. Офигеть. Так, тебе нужно тоже рисовать картины. Так, что у нас здесь? У нас здесь ничего нет. Он злой. Что ты там делаешь? О, она смеется. Бывает, с кем не бывает. Я смотрю, что... Вообще не приходит у нас уборщица. Я не знаю почему, поэтому... Мы уберем все сами. Мы уберем все сами. И надеюсь, что все будет норм. Так, Оскар, я думаю, что где-то в доме нужно поставить эти тренажерные штуки, потому что нам нужно заниматься спортом. Как там у нас растения? Ну, блин, Адриана, ты, кажется, не особо-то и поухаживала за растениями. Будем ухаживать потом. Так, Дейл, чё ты смущенный-то? Опять в чё-то личную жизнь, да? В Торксе. Ну, бывает. Бывает. А чё тут всё такое? Вы слышали? Это вот эта штука? Наверное, это всё-таки эта штука. Так, он хочет, что он хочет? Рассмешить Софи. Боюсь, что у тебя это не получится. Софи не понимает твоих шуток. Хотя всё возможно. Так, смотри, она завалила спать. Она бедная устала уже. Бывает. Так, а кто у нас здесь ещё ходит? Ну, ваши персонажи тут ночью бегают. Я хочу ещё поискать кого-нибудь. Очень важных персонажей. Ну-ка, ты... Где Оскар? Оскар? Позвони этой женщине. Элизабет. Ну-ка, отправь бодрое сообщение. Мне интересно, что это будет. Просто отправь бодрое сообщение и поболтай. Мне интересно, что даст нам бодрое сообщение. У нас, кстати, здесь стоит микрофон. Кто будет им заниматься, этим микрофоном? Наверное... Адри... Адриана, да? Ведь она у нас работает. Исполнительницей. Так, кто у нас плачет? А ты чего-то плачешь? Всё. Тебе всё норм, чувак. Из-за смущения обычно не плачут. Я сплю. Позвоните позже. Окей. Ладно. Как видите, персонажи уже всё будут спать. Я буду заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. И также, возможно, сегодня, 5 октября, я устрою стрим на своём канале. По какой игре вы узнаете в группе ВКонтакте. Так что вот, давайте, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Потому что там все важные новости. Также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Мустер Армунька. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok